За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 115 происшествий. Из них 15 преступлений, из которых 7 раскрыто. По 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 55 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за плохой видимости водитель внедорожника не увидел пешехода, внезапно появившегося дороги с темноты. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с телесными повреждениями доставлен бригадой скорой помощи в Ненецкую окружную больницу, где ему оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками окружной госавтоинспекции проводится проверка. Сотрудники отдела ГИБДД напоминают о том, что в темное время суток для лучшей видимости пешеходов на дороге им необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде. Кроме этого, необходимо переходить дорогу только в установленных местах, быть осторожными и внимательными. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, торговлей людьми, с 18 августа по 1 сентября текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», в ходе которого проверено 27 адресов компактного проживания иностранных граждан. Выявлено 4 административных правонарушения. В целях соблюдения правил дорожного движения по предоставлению преимуществ в движении пешеходам, переходу проезжей части в зоне действия знака «Пешеходный переход» 2 сентября 2017 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Выявлено 3 административных правонарушения. Всего проверено 11 транспортных средств. В целях обеспечения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения и повышения эффективности деятельности УМВД России по Ненецкому автономному округу по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел, с 28 по 29 августа на территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого сотрудниками полиции проверено 164 адреса возможного проживания неплательщиков штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. 60 гражданами проведены профилактические беседы о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности в случае его неуплаты. Вручено 73 квитанции для оплаты административного штрафа. 29 августа в дежурную часть полиции позвонила жительница округа и сообщила о краже ее мотора с лодки, оставленной на берегу реки Печора в районе дома номер 1 по улице 60 лет Октября города Наринмара. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками по горячим следам установлена личность гражданина, совершившего кражу. Им стал ранее судимый житель региона 1976 года рождения. Полицейским стало известно, что злоумышленник продал похищенный мотор жителю округа за 10 тысяч рублей. В настоящее время стражами порядка лодочный мотор изъят и передан владелице. По данному факту следователям следственного отдела управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. В другом случае в дежурную часть окружной полиции обратила жительница региона и сообщила, что у нее из рюкзака похитили денежные средства. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель беспрепятственно проник в подсобное помещение магазина, расположенного по улице Смедовича, так как дверь в помещение была не заперта, совершил хищение денежных средств из лежащего там рюкзака в сумме 4850 рублей. В дальнейшем злоумышленник данные денежные средства потратил по своему усмотрению. В настоящее время задержанный житель округа сознался в содеянном и дал признательные показания. По данному факту полицейскими проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Похожая кража также была раскрыта на прошедшей неделе. В дежурную часть полиции обратился житель региона с заявлением о краже его сумки с документами и деньгами. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что 31 августа текущего года ранний судимый житель округа 87-го года рождения, являя знакомым потерпевшего, зашел к нему в гости. В ходе общения с заявителем мужчина отвлек внимание потерпевшего и совершил хищение его сумки с лежащими в ней документами и денежными средствами. В настоящее время стражами порядка злоумышленник задержан и дал признательные показания. Полицейскими похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Дежурную часть полиции позвонил житель региона и сообщил, что из его квартиры открыто похищен ноутбук. Со слов потерпевшего полицейскими установлено, что 31 августа в вечернее время знакомый заявителя выбил входную дверь в квартиру и незаконно проник в жилище потерпевшего. Мужчина пояснил полицейским, что не впустил своего приятеля на квартиру, так как был с ним в ссоре. После чего злоумышленник нанес заявителю один удар ногой, схватил лежащий в одной из комнат ноутбук, с которым скрылся с места происшествия. В настоящее время полицейскими злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания управления. Следователем следственного отдела УМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В.Г. части 2 ст. 161 УК РФ. Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Расследование продолжается. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении во всех образовательных учреждениях округа праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года. В праздничный день на торжественных линейках, проводимых в школах, присутствовали сотрудники управления. Нарушение общественного порядка и безопасности не допущено. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.